Гуманоидные роботы наконец-то получат настоящую работу на производстве запчастей для Феррари. Журналистское расследование вскрыло настоящую цель Самы Альтмана, и она вас удивит. Илон Маск предсказал появление сильного ИИ, рассказал о презентации робот-акси Тесла и планах SpaceX. Это, а также гипотеза учёных относительно ИИ и парадокса Ферми. Итоги премии RBR50 Robotics Innovation Awards 2024 и новой разработки DARPA в одном видео. Полетели! Главными ньюсмейкерами уже больше года являются компании, работающие в области искусственного интеллекта. И это понятно. GPT произвёл настоящую революцию, доказав, что ИИ — это не только фантастика, а инструмент, приложить который можно практически к любой деятельности. В этой революции Data Scientist играет ключевую роль. Он является настоящим экспертом в создании и управлении нейросетями. Data Science — это не просто анализ данных, но и создание нейросетей, которые могут помочь нам в работе и повседневной жизни. Data Scientist может настроить поисковую систему под ваши запросы или помочь магазину установить цену на товар. Хотите стать создателем, а не наблюдателем в этой сфере? Тогда поступайте на онлайн-магистратуру науки от данных от ведущего технического вуза страны МФТИ. Он совместно с онлайн-школой Skill Factory создал уникальный формат, где глубина фундаментальных дисциплин МФТИ сочетается с практикой решения реальных задач от крупных компаний. А по окончании обучения вы получите диплом МФТИ и мощное портфолио. Поступить может каждый, главное иметь любое законченное высшее образование. Обучение очное, но в онлайн-режиме, можно учиться из любой точки мира по гибкому графику. При поступлении сохраняются все студенческие льготы, в том числе отсрочка от армии. А еще действует господдержка, при ней стоимость обучения всего от 342 рублей в месяц. Учиться вы будете у ведущих специалистов по Data Science из крупных IT-компаний, и тут же закреплять материал на практике, решая задачи от Beeline, Garpex, GreenData и других. Оставляйте заявку прямо сейчас и получите доступ к бесплатным подготовительным курсам и мероприятиям от МФТИ, которые помогут успешно пройти вступительные испытания в числе первых. Переходите по ссылке в описании и осваивайте профессию Data Scientist по стандартам инженерной школы МФТИ. Как говорится, понеслось. Вслед за Mercedes, BMW и малоизвестным китайским производителем электромобилей NIO о внедрении на производство гуманоидных роботов заявила компания Magna International. Это, к слову, производитель запчастей для таких брендов, как Ferrari, Volkswagen, BYD и еще 55 производителей. Он заключил договор о стратегическом партнерстве с канадским стартапом Sanctuary AI и планирует адаптировать их к гуманоидного робота Phoenix, цитируем, под разные задачи. Это интересно, так как если ранее Mercedes и Aptronic, а также BMW и Figo обтекаемо говорили про конкретные задачи для роботов, но в целом их тезисы сводились к переносу коробок, подобно задачам которой Digit от Agility Robotics выполняет для таких клиентов, как Amazon и GXO Logistics. Робот Phoenix до таких тривиальных задач никогда не опускался. Его, вернее, его предшественника мы видели с пинцетом, с пипеткой, протирающим листочки в растении и вскрывающим зип-пакеты. Честно говоря, мы вообще не видели, чтобы робот ходил. Компания изначально ориентируется на ловкость рук, сравнимую с человеческой, на тонкие и точные манипуляции. С марта 2024 года компания сотрудничает с NVIDIA, тестируя их новейшую ИИ-платформу для обучения и развития роботов-гуманоидов. Можно ожидать, что мы увидим то, ради чего и создают гуманоидных роботов, а именно гибкое адаптивное выполнение квалифицированных человеческих задач. Ждём подробностей. А вы как думаете, что доверят делать роботу? Пока все переживают о сверхразумном искусственном интеллекте, глава OpenAI Сэм Альтман потихоньку создаёт сверхмогущественный альянс по развитию ИИ из правительств и лидеров отрасли. Сообщается, что он уже встречался с официальными лицами ряда западных стран. Очередная встреча в Вашингтоне с представителями органов нацбезопасности и разведки была намечена на прошлую неделю. А недавно Альтман также обсуждал финансирование задумки с инвесторами и чиновниками из Объединённых Арабских Эмиратов. Ключевая тема беседка – как частный сектор может помочь странам поддерживать дорогостоящую крупномасштабную инфраструктуру искусственного интеллекта. Главная цель всех телодвижений – обеспечить и сохранить для США роль лидера в разработке ИИ, а также обеспечить стране безграничный доступ к соответствующей инфраструктуре. Одним из пунктов в плане стоит создание многомиллиардного предприятия, точнее десятков предприятий по производству чипов. Обнародованная недавно в СМИ информация говорит о том, что взаимодействие Альтмана с официальными лицами по всему миру гораздо шире и разнообразнее, чем многие предполагают. Кроме чипов, глава OpenAI также активно обсуждает возможность использования других ресурсов, включая энергию и мощности центров обработки данных. В общем, кажется, надо бояться не всемогущего ИИ, а всемогущего Сэма. Что думаете по этому поводу? Пока Сэм строит коварные планы, его давний оппонент Илон Маск мечтает о будущем. Так, предприниматель недавно дал неожиданный прогноз, согласно которому сверхразумный интеллект появится, внимание, до конца 2025 года. В частности, во время интервью Николаю Тангену в ответ на вопрос, где мы находимся в гонке ИИ, Маск заявил, что ИИ – самая быстро развивающаяся технология, которую я только видел, а я видел много технологий. Компьютеры, созданные для повышения способностей ИИ, наращивают мощность в 10 раз каждый год, если не каждые 6-9 месяцев. Предположу, что ИИ умнее любого из людей появится примерно к концу следующего года. Подчеркнем, что Илон определяет сверхразумный ИИ только как более умный, чем самый умный среди людей. Подчеркнем, умный, не всесильный. Это важная оговорка, возможно, она позволит предсказанию предпринимателя сбыться. Правда, по словам Илона, это случится в том случае, если дефицит микрочипов для искусственного интеллекта и слишком высокое энергопотребление не замедлят процесс развития технологии. Да, над этим как раз и работает Альтман. Кстати, главный оппонент Сэма внутри его собственной компании, Илья Суцкевер, согласен с прогнозом Маска. А вот с мнением Альтмана о том, что сильный ИИ – это благо – нет. Суцкевер считает технологию потенциально очень опасной. И он в этом прав. Если задумка Сэма по созданию коалиции удастся, то ИИ в одних руках будет определенно опасен для всех противников или просто конкурентов. Возвращаясь к прогнозу Илона, стоит сказать, что на него уже делают ставки. Так, Гэри Маркус, основатель стартапа в области машинного обучения Geometric Intelligence, поставил миллион долларов на то, что Маск ошибается. А Дэмион Ханкедж, гендиректора INGK.com, предложил поднять ставку до 10 миллионов. Правда, глава Тесла и SpaceX обоих проигнорировал. Илон Маск сделал ещё один яркий прогноз, вернее, анонс. Пообещал представить 8 августа долгожданное роботакси Тесла. Это будет беспилотный автомобиль следующего поколения без руля и педалей. Само заявление было вызвано слухами о том, что Тесла отказалась от разработки дешёвого автомобиля за 25 тысяч долларов в пользу роботакси. В ответ Маск заявил, что Reuters лжёт, но одновременно сделал анонс, который говорит о том, что программа роботакси существенно ускорилась, и робоавто, запланированное на конец года, покажут уже летом. О новинке почти ничего не известно. В опубликованной биографии Маска говорится о том, что авто будет похоже на кибертрак и даже есть фото раннего прототипа. Презентация роботакси будет иметь большое значение для текущих владельцев системы FSD. Если новое оборудование будет использовать такую же или похожую конфигурацию датчиков, это будет хорошей новостью. В таком случае обновления, разработанные для роботакси, будут совместимы с существующим автопарком Тесла. Ещё одна новость от Илона. В сети появилась презентация, в которой Маск рассказывает о будущем Starship. Во-первых, он намерен увеличить частоту запусков и грузоподъёмность ракеты. Для этого будет построена так называемая гигантская фабрика, на которой до конца года планируется построить 6 звездолётов, а в следующем году в два раза больше. Во-вторых, благодаря появлению фабрики у корабля появится второе и третье поколения с увеличенной грузоподъёмностью. Подробнее о них Маск не рассказывал, зато поделился планом майских испытаний. В отличие от прошлых запусков, во время следующего полёта компания планирует попробовать поймать первую ступень Starship с помощью виртуальной башни в Мексиканском заливе. Если всё получится, следующая посадка будет уже с помощью настоящей башни. С кораблём всё сложнее, его планируют как минимум дважды приводнить и лишь затем пытаться посадить на космодроме Starbase. Благодаря повышению частоты запусков и грузоподъёмности ракет Starship цена запуска снизится до 2-3 миллионов долларов. Также Маск заявил, что для полётов на Марс потребуется 6 предварительных запусков, но первые колонисты не смогут вернуться на Землю. Кстати, вы бы отважились стать первым колонистом Марса. Возвращаясь к теме сверхсильного ИИ. Британские учёные предположили, что именно слишком сильный искусственный интеллект является той силой, которая губила все возможные великие цивилизации. Речь идёт о парадоксе Ферны, краткая суть которого в том, что если мы не одни во Вселенной, где же все остальные? Одним из решений считается гипотеза Великого Фильтра, якобы все великие цивилизации во Вселенной губят некая глобальная катастрофа. Из-за этого до нас так никто и не долетел. Это может быть нечто вроде ядерной войны, природного катаклизма или быстрого развития искусственного интеллекта. В обосновании предположений учёные приводят такие факторы, как огромная польза ИИ в разных сферах, что позволяет технологии проникнуть повсюду и неготовность правительств к прогрессу в этой области. Единственный выход — колонизация других планет. Кстати, Маск думает так же. А вы согласны с такой теорией? Группа WTWH Media подвела итоги своей ежегодной премии RBR50 Robotics Innovation Awards 2024. Если коротко, роботом года стал Digit от Agility Robotics. Робот стал одной из первых гуманоидных машин, начавшей коммерческие испытания. Также Digit стал звездой выставки ProMet, где продемонстрировал способность брать пакеты с полки, подходить к конвейеру и ставить пакеты на конвейер. Особенно зрителям понравилось то, что робот, как и люди, может устать. Лучшим приложением года по версии RBR50 стала Autopicker от компании Brightpeak. Согласно заявлению разработчиков, это первый коммерчески доступный AMR, который может собирать и консолидировать заказы непосредственно в складских проходах. Autopicker сочетает в себе мобильную платформу, роботизированную руку, машинное зрение и искусственный интеллект. А стартапом года стал ElectricShip. Компания отличилась уникальной бизнес-моделью. ElectricShip разрабатывает автономных роботов для обслуживания наружных площадей. Вместо продажи или сдачи в аренду роботов предприятием, занимающимся ландшафтным дизайном, стартап сам приобретает эти компании, выясняет, как они работают, и смотрит, где лучше всего использовать роботов, чтобы сохранить и приумножить доход. Сообщается, что с момента реализации этой стратегии выручка ElectricShip выросла в 8 раз. В прошлом году она, кстати, приобрела 4 предприятия по ландшафтному дизайну. Сборная команды исследователей, преимущественные из университетов США, готовит робо-пса для спасательных миссий на Луне. Проект финансируется NASA. Сейчас испытания четвероногого робота Spirit проходят на леднике Palmer в Орегоне. Ранее робота тестировали на рыхлой земле, снеге и камнях. Собранные данные в перемещениях Spirit будут использованы для обучения роботов, предназначенных для работы на Луне, других планетах, в том числе за пределами Солнечной системы. В предполагаемую группу, кстати, будут входить помимо роботов-собак, колесный вездеход и шестиногий робо-паук. Сам Spirit в группу не войдет, там будет более прочный и надежный четвероногий бот. Эта же тонконогая машина используется исключительно в рамках исследований, целью которых является обучение роботов чувствовать поверхность, чтобы приспосабливать к ней походку и двигательные навыки в целом. Инженеры Neverlabs представили новую версию своего робота Ambidex. Согласно заявлению разработчиков, это революционный робот, быстрый, легкий и способный манипулировать как человек. У робота есть голова с сенсорными датчиками, туловище и талия для разворота корпуса. Робот действительно отличается от прошлой версии конструкции плечевых суставов. Насколько он революционен в сравнении с разработками других компаний, пока трудно судить из-за недостатка информации. Лаборатория развивает робота уже несколько лет и стремится сделать его движения максимально похожими на человеческие. Как знают наши постоянные зрители, тем же занимается и компания Sanctuary AI, и её прогресс пока выглядит более убедительным. Лаборатория интерактивной робототехники WVU представила прототип шестерукого опылителя StickBug, который может автономно перемещаться и опалять цветы в теплице. Робот может перемещаться по узким проходам теплицы и точно опалять цветки, действуя одновременно сразу всеми, так скажем, руками для ускорения работы. Он может менять свою высоту, подстраиваясь под вид и расположение растений, совершать более полутора опылений в минуту с вероятностью успеха 50%. StickBug оснащён моделью обнаружения и классификатором для идентификации цветов, а также концевым эффектором с фетровым наконечником для контактного опыления. Разработка связана с тем, что многие учёные опасаются сокращения популяции естественных опылителей, так что роботы будут работать не только вместо нас, но и вместо пчёл. Нофроп Груман представил первый законченный прототип беспилотного подводного аппарата Mentoray, который он разрабатывает для DARPA. Сверхбольшой планер предназначен для выполнения подводных миссий на большие расстояния без помощи человека. Дрон засекречен, поэтому о нём известно не так много. Mentoray должен быть дальнобойным и крупногабаритным, чтобы перевозить полезную нагрузку с упором на выносливость, а не скорость. По данным Нофроп Груман, прототип Mentoray будет использоваться для разработки передовых подводных автономных технологий. Дрон должен уметь фиксироваться на дне и переходить в режим гибернации, а также иметь модульную конструкцию, позволяющую упаковывать его в пять стандартных транспортных контейнеров для развертывания по всему миру и сборки на месте. Кстати, вам был бы интересен выпуск о последних достижениях и технологиях DARPA. Голосуйте лайками, мы сделаем. В Великобритании представили пусковые установки-приманки, которые клонируют целые корабли-невидимки ВМФ на радаре противника. Установка Ancelia, созданная компанией Systems Engineering and Assessment Limited, предназначена для борьбы с многочисленными угрозами. Не только радарными, но и инфракрасными системами самонаведения и всем вплоть до гиперзвуковых ракет. Интересно, что она основана на довольно старой идее. Ещё во времена Второй мировой в Британии придумали прикрывать бомбардировщики от радаров противника, сбрасывая в воздухе облако измельчённой алюминиевой фольги. Ещё интереснее, что технология в итоге не применялась, так как её легко копировать, и англичане боялись, что немцы её повторят. Позже выяснилось, что у Германии тоже была очень похожая идея, которая так и не была реализована по той же причине. Новая установка обладает сразу шестью пусковыми трубами, которые запускают контейнеры, загруженные среди прочего современной версии стружки фольги, которая может имитировать скрытую сигнатуру корабля-мишени, сигнальными ракетами для привлечения инфракрасных ракет и крошечными угловыми отражателями, которые могут отправить мощное отражение входящего луча радара обратно к его источнику, чтобы его ослепить. Она также оснащена современной электроникой и программным обеспечением, чтобы легко интегрироваться с системами управления контролем, а также сторонними средствами электронной поддержки. Остальные сведения засекречены. Инженеры давно пытаются приспособить дроны для осмотра линий электропередач. В теории эта работа идеально им подходит, но на практике есть одна большая проблема — недостаточная ёмкость аккумуляторов. Чтобы и решить, разработчики Университета Южной Дании придумали подзаряжать дрон прямо от линий, который он проверяет. Для этого они добавили на вершину промышленного дрона пассивный захват линии электропередачи. Когда бортовое программное обеспечение дрона обнаруживает, что его батарея разряжается, дрон использует камеру и радар, чтобы обнаружить ближайшую линию электропередачи, подлетает к ней снизу и захватывает провод. Индуктивное зарядное устройство, расположенное сверху дрона, начинает потреблять ток из линии электропередачи. Как только аккумулятор самолёта полностью заряжен, захват открывается, и дрон может возобновить выполнение обязанностей по проверке линий. Кстати, технология зарядки, разработанная учёными, может использоваться для выполнения беспилотниками самых разных задач. Инженеры Токийского университета представили новый экспериментальный дрон, который может долетать до целевой области, а затем превращаться в моторизованное колесо и катиться по земле для экономии энергии. Кольцеобразный корпус устройства состоит из трёх изогнутых связанных сегментов. Каждый из них оснащён собственным модулем двигателя, восстановленным на стержне, неохватывающим ширину сегмента. При этом модуль может вращаться вокруг стержня. Когда дрон летит, его корпус ориентирован параллельно земле, причём все три винта с вектором тяги обращены вверх. При необходимости он может отсоединить одно или несколько звеньев между своими сегментами, чтобы выйти из кольцевой формы во время полёта. Как и в случае с другими многозвеньевыми дронами, которые мы видели, эта способность изменять форму может позволить дельте пролетать, например, сквозь узкие проходы. Когда же целесообразно перейти на наземный способ передвижения, дрон приземляется на одну сторону, а затем поворачивает свои пропеллеры так, что их совокупная тяга подталкивает дрон вверх и садится перпендикулярно земле. Затем углы пропеллеров настраиваются бортовым микропроцессором, что позволяет им катить дрон вперёд, предотвращать его падение и даже поворачивать влево или вправо. Как считаете, это самый необычный дрон, который вы видели или нет? Тяжёлая ракета «Ангара-5» впервые стартовала с космодрома «Восточный». Это, безусловно, значимое событие в истории российской космонавтики за последние десятилетия. Во-первых, «Ангара» и конкретно её версия «Ангара-5М» — первая, полностью новая ракета-носитель, созданная после распада СССР. Более того, она была запущена с нового чисто российского космодрома, который постепенно заменит Байконур в Казахстане. Также важно, что «Ангара» — носитель тяжёлого класса, который после завершения программы разработки сможет выводить на орбиту грузы весом до 37 тонн. В текущей версии возможность доставки на орбиту груза весом 24,5 тонны. Это ключевое достижение для множества новых российских космических программ, включая миссии на Луну и в дальний космос. Ожидается, что запуск также станет импульсом для развития высокотехнологичных отраслей экономики. Во Владивостоке открывается многоярусная робопарковка на 8 этажей ёмкостью 96 машин. Автомобиль загоняется в бокс, из которого робот доставляет его на парковочное место внутри стоянки. Всё оформление идёт через приложение и терминал. После завершения и оплаты робот доставит авто в тот же бокс. Есть небольшие ограничения по габаритам. Авто не должно быть шире 2,1 метра и выше 1,97 метра. Стоимость парковки приемлемая — 50 рублей час или 150 рублей за ночь. На случай отключения света будет работать запасной генератор. Как вам новшества? Поскорей бы такие парковки появились и в других городах. Какая новость удивила вас больше всего? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграм, чтобы узнавать все новости первыми.